Сейчас мы рассмотрим, как войти в аккаунт, настроить визитку, оплатить и как ее продвигать. Войти в аккаунт мы можем по желтой кнопке с основного лендинга или по кнопке в правом верхнем углу. Если вы еще не зарегистрированы, переходим на страницу регистрации. Если вы уже зарегистрированы, переходим на страницу входа. Если вы не можете войти, заказываем восстановление пароля. Вводим имейл, кликаем восстановить пароль. В течение 5 минут на почту придет временный пароль. Вводим временный пароль, входим в аккаунт и в аккаунте в разделе профиль меняем временный пароль на основной. Если все равно не получается войти, пишите в техподдержку. Конвертик напишите нам. В аккаунте в разделе визитки, кликаем добавить визитку. Заполняем поля, загружаем фото, сохраняем. С момента сохранения визитка автоматически активируется на 21 день. Справа над шаблоном мы видим статус активно. Возвращаемся в настройки, кликнув на карандашик. Выбираем дизайн. На сегодняшний день существует 50 стилей. Выбираем любой. Присваиваем название. Если у вас есть несколько визиток, чтобы понимать, какая из них относится к какой компании или проекту. Выбираем тип. Какая буква у вас будет впереди вместо плюса перед номером телефона. Следовательно, мы можем на один номер телефона создать 5 визитных карточек. Присвоиваем разной буквой. Первую с буквой B, вторую D, третью S, четвертую V, пятую X. Выбрали тип, сохранили. Возвращаемся в настройки. Переходим в социальные сети. Добавляем строчки социальных сетей, кликнув на плюс. Желательно развернуть 12 строк. В первом столбике выбираем социальную сеть. Во втором столбике вставляем ссылку. В третьем порядок сортировки. Порядок сортировки нам показывает, в каком порядке кнопки будут выставлены на шаблоне. Здесь сверху вниз, на шаблоне они будут слева направо, сверху вниз. К примеру, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Пронумеровали порядок. Теперь заполняем кнопки социальных сетей. Первое можем выбрать сайт. Это кнопка с тремя W, в которую можно зашить вашу реферальную ссылку, ссылку на любой ваш сайт, лендинг. Вставляем ссылку на сайт или реферальную ссылку на проект. Вторая кнопка. E-mail. Вставляем адрес электронной почты. Третья кнопка. Facebook. На странице профиля копируйте из адресной строки браузера вашу ссылку полностью. Вставляете. В мобильном приложении Facebook. Входим на профиль. Выбираем еще. Скопировать ссылку на профиль. Дальше. Instagram. Заходим на страницу Instagram. Также копируем из адресной строки браузера ссылку. Вставляем в поле формы. В Instagram в своем профиле. Кликаем в правый верхний угол меню. В самом низу меню выбираем настройки. Верхняя строчка. Приглашайте друзей. Подписывайтесь на них. Выбираем. Пригласить друзей с помощью. Нижняя строка. Приложение нам предлагает много способов как пригласить. Мы находим копировать. Если мы в Viber вставим эту ссылку. Удаляем надпись перед ссылкой. Остается наша ссылка для присоединения в Instagram. Кликнем на нее. И перейдем в наш профиль. Следующую выбираем в социальную сеть. LinkedIn. Заходим в профиль LinkedIn. И в адресной строке браузера полностью копируем ссылку. Вставляем. Одноклассники. Заходим в свой профиль Одноклассники. Копируем ссылку из адресной строки браузера. Вставляем. И вот таким образом наполняем всю форму. Есть VK. Заходим на свой профиль ВКонтакте. Копируем из адресной строки браузера ссылку. Вставляем. Дальше. YouTube. Заходим на свой канал. Авторизуемся. И в адресной строке браузера копируем ссылку на канал. Вставляем Skype. Открываем Skype. В левом верхнем углу кликаем на логин Skype. Выбираем профиль Skype. Поделиться профилем. Копируем ссылку в буфер обмена. Возвращаемся в редактор. Вставляем ссылку. Можно разместить несколько кнопок одной и той же социальной сети. К примеру, выбираете Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3. В Facebook можно выбрать группы. У меня есть 4 группы. Переходим в группу. И так же в адресной строке браузера копируем ссылку. Вставляем. Еще есть в Facebook страницы. Управление страницами. У меня вот есть 6 страниц. Переходим на страницу. Копируем из адресной строки браузера ссылку. Вставляем во вторую кнопку. Хоть все 12 кнопок одной социальной сети. К примеру, у вас там 6 групп и 6 страниц. Или 6 каналов в Телеграме. Или 3 чата в Скайпе. Выбираем 3 кнопки Skype. Размещаем их на любое место в шаблоне. На 12, на 11, на 10. Как присвоите порядок сортировки, в таком порядке кнопка на шаблоне и будет размещена. Заходите в Skype. Выбираете чат. Кликайте на название вашего чата. Ссылка для присоединения к группе. Копировать в буфер обмена. Скопировали ссылку. Возвратились в редактор. Ставили ссылку. На второй скайп чат, на третий скайп чат вставили. Внизу сохранили. Также в ВКонтакте. Если у вас есть группы. Переходите в группу и копируете ссылку из адресной строки. Вставляете в редактор. Здесь также можно выбрать несколько кнопок ВК. Может быть у вас там 2-3 группы. Сколько угодно. Выбираете ВК. Вставляете ссылку в поле напротив. Назначаете порядок сортировки. Где вам разместить на шаблоне эту кнопку. В каком порядке. И сохраняете. Также в Одноклассниках переходите в ваши группы. И в адресной строке браузера копируете ссылку на группу. Вставляете. Далее выбираем WhatsApp. Открываем WhatsApp. В меню боковой панели выбираем новая группа. Добавляем один контакт. Зеленая стрелка. Продолжаем. Подтверждаем. Вверху кликаем на название группы. В меню группы выбираем пригласить по ссылке. Копируем ссылку. Ссылка скопирована в буфер. Также возвращаемся. Возвращаемся. Вставляем. Выбираем Telegram. В боковом меню выбираем. Создать канал. Название. Создать. Присваиваем название ссылки. Сохраняем. Возвращаемся в редактор. Вставляем ссылку. Выбираем. Viber. В десктоп версии Viber невозможно создать сообщество. Или группу. Там можно создавать только чат. Поэтому ссылку на сообщество Viber необходимо брать в мобильном приложении. В мобильном приложении Viber в чатах выбираем создать сообщество. Присваиваем имя. Подтверждаем. Сообщество готово. Поделиться ссылкой. Копируем ссылку. Отправляем ее на свой канал в Telegram. Заходим в свой канал в Telegram. И копируем ссылку вот таким образом. Копировать ссылку. Возвращаемся в редактор. Вставляем ссылку на сообщество Viber. Внизу кликаем сохранить. В мессенджер. В левом верхнем углу кликаете на свой профиль. Выбираете имя пользователя. Скопируете ссылку. Ссылка скопирована в буфер обмена. Возвращаемся в редактор. Вставляем. Также в любом мобильном приложении. Ищите раздел поделиться. Там есть ваша ссылка на ваш профиль. Под шаблоном правая крайняя кнопка. Копируем в буфер обмена ссылку на визитку. Заходим на свою новую визитку. И проверяем кнопки. Смотрим их последовательность. Если вам не нравится в какой последовательности они расставлены. Мы можем поменять в редакторе порядок сортировки. Вот они идут. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Если мы девятую хотим поставить первой. Заходим в редактор. В порядке сортировки присваиваем для первой кнопки номер 9. Для девятой кнопки номер 1. Сохраняем. Таким образом мы поменяли местами девятую и первую. Если мы хотим поменять третью и седьмую местами. Вот седьмая ВК. Третья Facebook. Также заходим в редактор. Социальные сети. Третьей кнопки присваиваем номер 7. Седьмой кнопки присваиваем номер 3. Сохраняем. Смотрим на визитки. Вот ВК и Facebook поменялись местами. В зависимости от размера текста в описании. Здесь у вас будет вытягиваться это текстовое поле ниже или выше. Также наполняете. Также в редакторе наполняю описание. Сохранили. Посмотрели на визитки, как это будет выглядеть. Что-то еще добавили. Поменяли. Сохранили. Посмотрели, как будет выглядеть. Таким образом, подгоняем по размерам визитку, чтобы она выглядела гармонично и презентабельно. С видеороликами все очень просто. Добавляем 6 полей. Разворачиваем. Присваиваем название. Это название, которое будет отображаться в окне воспроизведения. Вставляем ссылку с YouTube. Заходим на видео YouTube и под видео кликаем поделиться. Выбираем копировать ссылку. Вставляем во второе поле с надписью ссылка. Порядок сортировки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также мы можем видеоролики менять местами, меняя порядок сортировки. Если мы хотим этот ролик, чтобы он был шестым, сдавим здесь 6, а этот первым. Меняем их местами на шаблоне визитки. Таким же образом, с остальных видео вставляем здесь ссылки. И внизу сохраняем. Смотрим на визитки. Вот он видеоролик. Вот вверху название, которое мы присваивали в редакторе. И сам видеоролик. Мы можем добавлять еще визитки. В каждой визитке будет присваиваться статус черновик. У вас будет одна подарочная визитка на 21 день. Она будет активна. Вы можете ее оплатить. Есть три тарифных плана. 5 долларов в месяц, 30 долларов в год, 100 долларов на 60 месяцев. Это VIP-план, к которому присваивается доля от оборота всей компании с продажи всех IT-визиток. Промокоды от всевозможных акций. От участия на вебинаре. Вставляете промокод, применяете. И у вас активируется тарифный план, который участвует в акции. Кликаем на тарифный план. Подтверждаем оплату. Если на счету нет денег, пополняем баланс. Выбираем сумму пополнения. Пополнить. Переходим на шлюз Visa MasterCard с платежной системы. Здесь есть также другие способы оплаты. Можем на них кликнуть и выбрать подходящий способ оплаты. Или просто вводим номер карты, срок действия карты и ЦВ-код с задней стороны карты. Оплачиваем. После оплаты справа над шаблоном визитки у вас пролонгируется срок действия визитки. А также будет отображаться статус. Если это VIP, значит будет VIP. Вы можете также оплачивать вторую. Создавать третью. Ее оплачивать четвертую. Сколько вам нужно визиток. В любых тарифных планах. После того, как визитка активировалась, она индексируется поисковым роботом в течение 10 суток. И выходит в поиске интернет. В десктоп-версии вашу визитку любой человек может себе сохранить. Таким образом кликнуть на панель закладок правой клавишей мыши. Выбрать добавить страницу. И сохранить. Вот так на любом устройстве ваша визитка сохраняется в браузере. В мобильном это будет выглядеть так. Так, кликаем в правом верхнем углу на меню. Добавить на главный экран. Присваиваем название. Добавляем. Смотрим на главном экране. Вот. Ваша визитка сохраняется на экране. Мобильного телефона. У любого человека. И она всегда у него под рукой. Он кликнул на ваше фото. И мгновенно у него открылась ваша визитка. Их также можно сортировать в папки. Вот, к примеру, папка «Команда». Здесь три визитки. Также можно брать туда и добавлять. По разным проектам, по разным компаниям, разные команды. Сортировать у себя на экране. Активную визитку удалять невозможно. А черновик вы можете удалить, кликнув на эту иконку. Под шаблоном справа внизу есть кнопка «Копировать буфер обмена». Вы копируете ссылку, можете делиться и распространять. По этой ссылке люди будут находить вашу визитку. Через 10 дней в вашу визитку в свободном доступе интернет. Люди могут вас находить просто вот по этому адресу, который указан у вас на визитке. В боковом меню есть раздел «Продвижение». 7 лендингов для приглашения. Это ваши реферальные ссылки для приглашения подписчиков, клиентов, партнеров. 5 способов вы видите пригласителя вашего и приглашенных.